Всем привет! Ни для кого не секрет, что для нормальной работы человеческому организму необходимы витамины. Однако о том, какую опасность могут таить в себе эти, казалось бы, очень полезные вещества, вы наверняка даже не подозревали. Так что досмотрев это видео до конца, вы узнаете, что произойдет с вашим телом, если не придерживаться рекомендаций по применению препаратов. Сегодня речь пойдет о парне, который съел 150 витамин на завтрак. Вы увидите, что произошло с его костями. Это не медицинские рекомендации, видео несет исключительно познавательный характер. Действующие лица деперсонализированы, а их имена изменены. 14-летнего парня, которого мы назовем Ти Джей, доставили в приемный покой детского госпиталя Шрайнерс, с поломанной рукой, зубной болью и общей мышечной слабостью. Он не относится к приоритетным пациентам, поэтому ему пришлось долго ждать. Сидя в очереди, юноша потерял сознание и впал в кому. Никто из персонала не понимал, что случилось, ведь ранее такого не происходило. Той весной Ти Джей и его матери пришлось не сладко. Каждый день, возвращаясь из школы, парень видел отца, который только то и делал, что выпивал. И вот в один прекрасный день его папа ушел за продуктами и больше никогда не вернулся. Мать, оставшись одна, впала в депрессию. В конце концов, она решила кардинально поменять всю жизнь и переехать в Америку. Их семья не была бедной, но английский они знали плохо, в связи с этим возникало много неудобств. Например, они легко могли перепутать товары в супермаркете, если они выглядели необычно. С раннего детства Ти Джей очень любил жевательные конфеты, и ему стало любопытно, какой вкус они имеют в Америке. Мама купила ему множество баночек с витаминами, перепутав их со сладостями. Каждый день юноша съедал до сорока штук на завтрак, не подозревая, что это витамины. Что уже странно, ведь мало кто из родителей позволяет ребенку употреблять сладкое в таком количестве. Согласитесь, это ведь очень много. Через несколько дней мать заметила, что у парня вздулся живот, однако особо не придала этому значения. Дело в том, что они с сыном всегда шутили, что от американской еды можно быстро растолстеть, и решили, всему виной бургеры из фастфуда. Если бы мама обратила внимание на эту проблему сразу, а не списала все на калорийность продуктов, многих бед удалось бы избежать. Однажды, сидя перед экраном телевизора, Ти-Джей открыл очередную баночку с витаминами и увлекшись каким-то интересным видео, сам не заметил, как опустошил ее. В ней было ровно сто пятьдесят штук. Примерно через час после этого парень уже не мог остановить мочеиспускание. Он рыдал от ужасной зубной боли, и ему казалось, что его всего как будто сдавливают ремнем. Боль стала распространяться на горло. Когда мать попыталась спуститься с сыном вниз по лестнице, он поскользнулся, упал и сломал руку. Скорая доставила его на приемный покой в шоковом состоянии. Как я уже говорил, в начале врачи думали, что у парня обычный перелом, но когда он впал в кому, персонал не на шутку испугался. Сломанная кость была лишь тревожным звоночком, сообщающим о серьезной проблеме. Изучая его историю болезни, сложно было сразу определить, что же именно произошло. Были предположения, что у него водянка, и из-за накопившейся жидкости вздулся желудок. Потом пришли к выводу, что у Ти-Джея повреждена печень. Анализ крови подтвердил этот диагноз, но к тому же выяснилось, что у парня гиперкальцемия, повышенная концентрация кальция в плазме крови. Интересно то, что в витаминах, которые съел Ти-Джей, кальция-то не содержалось. По словам матери, никакой другой пищи после этих витамин сын не употреблял. В крови была обнаружена огромную концентрацию витаминов от А до Е, но совершенно не содержалось цинка и йода. Дело в том, что если витамины группы В и С растворяются в воде и выводятся из организма вместе с мочой, то витамины А и Д не растворяются, следовательно остаются в крови. Они накапливаются в организме и долгое время не причиняют никакого дискомфорта, но попадая в органы, могут привести к плачевным последствиям. Первыми начинают болеть мышцы, нарушается работа сердца и мозга, возникает сильная головная боль. Витамин А, оставаясь в печени, продолжал разрушать ее клетки. Кроме того, когда он вступает в реакцию с витамином Д, то подавляет его свойства. Представьте себе, что в организме Ти-Джея находилось столько витамина А, сколько содержится в 750 куриных яйцах. Витамин Д способствует тому, что кальций абсорбируется и выводится из кишечника, таким образом поддерживая уровень его содержания в пределах нормы. Несмотря на то, что Ти-Джей не употреблял никаких препаратов, содержащих кальций, невероятное количество витамина А, скопившегося в организме, подавило работу витамина Д, и кишечник перестал выводить кальций, что привело к гиперкальциемии. Избыточный кальций стал накапливаться в костях. Также витамин А спровоцировал водянку, на фоне которой сформировался остеокластоз. С древнегреческого – остео – это кость, а кластоз – разрушение. При этом клетки костной ткани обмякают, кости медленно разрушаются, а кальций из них попадает прямо в кровь. Что и случилось с Ти-Джеем, ведь он регулярно принимал жевательные витамины в количестве, многократно превышающем рекомендуемую дозу. Поэтому логично, что при падении даже небольшой удар привел к перелому руки. Последнюю сотню лет телесные повреждения, вызванные высоким употреблением разного рода питательных веществ, не являются редким явлением. Например, молоко с повышенным содержанием витамина Д было придумано для профилактики рахита у детей, но стало частой причиной деформации костей в раннем возрасте. Несмотря на то, что витамин Д влияет на впитывание кальция печенью, его содержание в продуктах не было стандартизировано. Это привело к тому, что на 1956 год Британской ассоциации педиатров было зафиксировано 204 случая гиперкальциемии у младенцев, вызванных повышенным содержанием витамина Д в молоке. Активно развивающаяся болезнь мешала полноценному росту детского организма. Исследования показали, что в Швеции и Норвегии витамин А употребляется в среднем в 6 раз больше, чем в Северной Европе. Ученые установили, что у принимающих витамин А с выше установленной нормы плотность костей в среднем на 10% ниже. Следовательно, эти люди гораздо больше рискуют получить перелом, чем те, кто не злоупотребляет витаминами. В 1597 году один исследователь из Дании решил остановиться на Новой Земле, сегодняшней Канаде, по пути в Индонезию. Так сложились обстоятельства, что его люди вынуждены были есть полярных медведей. К концу зимы у них на коже появилась странная сыпь. Все они начали страшно болеть. Только в середине двадцатого века ученые доказали, что уровень витамина А, содержащийся в организме тюленей и полярных медведей, является критично высоким для человека. В Кении был найден скелет Homo erectus, человека прямоходящего. Предположительный возраст этой находки полтора миллиона лет. На костях были большие впадины, образовавшиеся в результате остеокластоза. Ученые предполагают, что именно в тот период в рационе первобытного человека увеличилось количество мяса в рационе. Люди не понимали, каких животных можно употреблять в пищу, а какие окажутся для них вредными. Следовательно, доисторический человек, скелет которого нашли в Кении, страдал от той же болезни, что и Ти-Джей. Наука не стоит на месте, и сегодня люди уже вполне способны разобраться в том, что принесет их организму пользу, а что навредит. Но, как мы видим на примере парня, случаи интоксикации большими дозами витаминов все-таки случаются. Важно знать, что заработать хронический гипервитаминоз можно даже если злоупотреблять некоторыми привычными для нас продуктами. Следует помнить, что витамин А есть в овощах и фруктах, богатых бета-каротином. Также стоит быть осторожными с употреблением чернослива, печени и рыбьего жира. Много витамина Д содержится в красной икре, яичных желтках и рыбе жирных сортов. Эти продукты лучше не принимать слишком часто. Врачи сделали все, что могли. Поправили кости и предупредили о повышенном риске новых переломов. Водянку устранили с помощью мочегонных средств. Есть вероятность, что парню придется жить с хроническим гипервитаминозом. Кроме того, главный орган для выведения токсинов из организма, его печень, повреждена. Вот к таким печальным последствиям привело употребление обычных жевательных витаминов в огромном количестве. История Ти-Джея стала хорошим напоминанием нам о том, насколько важно во всем соблюдать меру и что любые крайности могут пойти во вред. Перед тем, как что-то покупать или употреблять, лучше внимательно изучить инструкцию. Вероятно, это позволит избежать многих ненужных проблем. Если вы с этим согласны, поделитесь видео с друзьями, пусть тоже задумаются. А на сегодня все. До встречи!